цикаты все еще стрекочут на деревьях и в воздухе лето душный август в большом городе это всегда тяжеловато но наверное как приятно где-нибудь в горах или около океана или море очень хочется попутешествовать семьей по японии мы как и многие все время откладываем думаем что в следующем году в следующем месяце потом и все никак япония очень удобная и комфортная страна для путешествий поэтому надо просто собраться и ехать вот такая свеженькая правда слегка помятая я сегодня поеду правда на велосипеде и в свое маленькое местное путешествие в соседний район но семейную поездку по японии буду очень хотеть и помещу в свой мысленный список желаний сегодняшнее видео как и заявила в прошлом это стрит стайл из района ауяма честно говоря когда на улице так жарко и душно особая не до моды и не до стиля и воображать на улице совсем не хочется но даже в такую погоду несколько продуманных образов на улице я встретила в основном же все одеты просто кстати в одном из видео вы писали что видео в какой-то дымке и я подумала что у меня телефон перегрелся и плохо снимал но стала замечать что действительно в эти жаркие дни в токио дымка и видимость не очень хорошая от чего она я не знаю пожаров никаких рядом нет но в основном сейчас облачной но не то что какие-то такие дождливые облака а вот какая-то такая завеса облачная на небе и спускается она все ниже ниже на город на прошлой неделе в токио было под 40 градусов формально немножко не так прогноз погоды обещает 30 35 градусов бывает днем 37 38 но если влажность больше 50 процентов то 30 градусов будут ощущаться как 40 я грубо говорю например сейчас прогнозе погоды у меня на телефоне написано что температура 33 градуса влажность 65 процентов и это ощущается как 41 градус 12 градус так как сегодня ровность этот кадр особенно заметно что он в дымке не знаю почему но именно эта дымка отчетливо видна на солнце в тени и и не так заметно возможно это и технические особенности кадр попросту засвечивается солнцем телефон в руках у меня тот же самый просто что-то где-то я не догоняю и не умею еще сегодняшние уличные образы я попыталась сгруппировать по трем категориям в таком же порядке как сейчас проходят прохожие сначала будет подборка женских образов в пределах 40 лет дальше будут летние аутфиты японок 50 лет и старше конечно возрастные границы очень условные и все зависит от человека но в среднем средняя температура по японской моде 60-летние дамы носят то же самое что и дамы 50-летние возрастная мода действительно возрастная мода и возрастной стиль это дамы 80 лет и выше на улице даже со спины легко вычислить это поколение потому что она ниже чем более молодое в конце видео я покажу мужские образы совсем молодых девчонок будет сегодня в кадре очень мало в японской моде их стиль честно говоря я больше всего не понимаю но чем взрослее тем японки становятся элегантнее по моему мнению стиль у них формируется если формируется годом 35 поэтому мне кажется что больше всего стиля среди женщин именно в возрасте 35 60 наверное вот так я бы сказала японки и японцы в принципе одеваются все очень хорошо опрятно большинство не гонится ни за какими трендами не за модными новинками а придерживается того стиля в котором им комфортно и чаще всего это такой стиль как у всех а по японским глобальным меркам как у всех это не значит плохо как у всех а как у всех это значит также хорошо японки более старшего возраста придерживаются в основном классики и мода в принципе мне кажется их не так интересует японцы всегда могли позволить себе путешествия поэтому предпочитали тратить деньги не на одежду она увлекательные путешествия по всему миру обрабатывать и мобилиное путешествия по партию еще месяц японскийisen полоскопов Продолжение следует... Замедлять кадры сегодня мне совсем не пришлось. Думаю, что это чуть ли не единственный, ну, может быть, будет еще пару кадров, где я делала замедление. В тот день я снимала на длинной прямой дороге, и прохожие проходили будто бы по подиуму. В очередной раз повторюсь, снимаю я открыто, ни от кого не прячусь, стою посередине буквально дороги с телефоном в руках. Бывает, что люди, когда меня замечают, отворачиваются, или женщины загораживаются от меня зонтиком, но в этом случае я просто не включаю их в видео. Перестаю снимать, и сразу же стараюсь удалять это видео, потому что потом могу забыть. Сейчас потихоньку из категории 40 минус, переходим в 40 плюс и выше. Я сейчас про возраст, конечно. Имею в виду, что сейчас будет следующий блок, следующая подборка, женские образы от 40 лет и выше. Продолжение следует... В следующем кадре наглядно видно то, о чем я говорила про рост. Японка постарше, явно ниже, чем те, которые идут следом. Но они тоже, кстати, не очень высокие, молодежь сейчас, в общем-то, повыше стала. Сейчас в кадре, пока очередь не дошла до мужских образов, будут женщины 50 плюс. Прохожих, конечно, в кадре может быть много, но я говорю о главных героях. Еще раз повторюсь, что, в принципе, разницы между стилем 50-летней и 60-летней японки нет. У японок вообще такое ощущение, что всего три возраста. Старшеклассница, это где-то от 16 и до 30, выглядеть могут одинаково. Понять японке 30, 40, 45, 25 лет тоже невозможно. Здесь в основном полагаешься на одежду. Женщины 50, 60, 70 лет тоже выглядят одинаково. Поэтому в Японии сразу можно понять, кто есть школьник, кто есть пенсионер, какой женщине за 80, а всех остальных разобрать трудно. Поэтому я и говорю, что для меня у японок три возраста, два из них понятны и визуально определимы. А вот средний возраст и в моей классификации, и в жизненном понимании здесь очень размыт. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь постепенно от женских образов переходим к стилю мужскому. Японские мужчины любят комфорт, но они модники. Я до сих пор поражаюсь, как у них получается носить простые вещи и выглядеть прям вот модно. Сегодня у меня совсем немного комментариев, потому что, честно говоря, я не знаю, как обсуждать внешний вид человека. Я очень люблю, как одеваются японцы, мне нравится их стиль. Мне всегда интересно наблюдать за ними, смотреть, как они и что комбинируют, и, может быть, находить для себя что-то интересное. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что у всех разный вкус, и каждый, кто смотрит это видео, может найти для себя что-то свое. Я же не стилист, и мое образование никак не связано с модой, поэтому настаивать на своем мнении я не хочу. Поэтому японский стритстайл в моих видео – это лишь вдохновение. Это не руководство к действию, и я не преподношу это как пример для подражания. Ни в коем случае. Я вообще за то, чтобы у каждого был свой стиль. Сегодняшнее видео скоро уже завершается, и хочу сказать, что по воскресеньям у меня будет традиционный выходной, но следующая неделя тоже особенная. У нас запланирован переезд, и не знаю, справлюсь ли я со своим обещанием выкладывать видео каждый день. Так что не теряйте меня, я не пропадаю, я буду заниматься переселением. Но как только мы обоснуемся, я помню, что обещала вам видео про узелки, фуросики, про бижутерию, сходить в магазин тканей, пряжи. Все это я помню, и буду уже реализовывать после того, как мы обустроимся в нашей новой квартире. Мужской стритстайл продолжается, а я с вами прощаюсь. Кстати, пока будем переезжать, возможно, посмотрю про инстаграм. У меня нет инстаграм, но многие спрашивают, думаю, что нужно будет завести все-таки. Так что будет время, посмотрю, разберусь, и обязательно вам сообщу позже. На сегодня все, прощаюсь с вами, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok До встречи! До скорого! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok